Прямой эфир телеканала продолжает программа в контексте. Говорим о текущих вопросах управления государственного заказа правительства Севастополя. У нас в гостях начальник этого управления Ирина Щукина. Какие функции и задачи возложены на управление государственного заказа правительства Севастополя и какие вопросы находятся в его видении? Управление государственного заказа осуществляет свою деятельность с июня 2014 года. Функционал – это координатор и регулятор в сфере контрактной системы, это 44-й федеральный закон. Затем исполнение постановлений правительства Севастополя – это нормативно-правовые акты субъекта. Также мы являемся уполномоченным органом в сфере определения поставщика для всех государственных заказчиков. Какие на сегодня действуют программы по госзаказам у нас в городе? В апреле 2015 года была принята государственная региональная программа в сфере развития региональной контрактной системы. В план мероприятий данной государственной региональной программы входит модернизация программного комплекса региональной контрактной системы. Это информационная система субъекта. Также входит повышение квалификации специалистов, государственных заказчиков. И у нас там прохождение лицензирования серверов, которые находятся в управлении государственного заказа. Какие временные рамки этой программы? На сколько она рассчитана? На 2015 год реализация 15 декабря 2015 года. И потом уже будет следующий этап? Да, следующий этап, дальше будет 16. Какие итоги работы управления за 8 месяцев 2015 года? Что уже сделано, а что еще предстоит? Управлением государственного заказа подготовлена вся нормативно-правовая база перехода 44-й федеральный закон всего субъекта, всех государственных заказчиков. Затем опубликовано более 600 извещений, то есть на конкурентные процедуры в рамках 44-го федерального закона. Также экономия бюджета субъекта принесла более 80 миллионов рублей, благодаря конкурентным процедурам. А что это за процедуры были? Ну, были аукционы в электронной форме, открытые конкурсы, запрос котировок, запрос предложений, и сейчас совместный открытый конкурс проходит. А уже известно, что будет заложено в программу 2016 года? Да, проект, он как бы сформирован, сейчас он будет отправляться на согласование, но мы просто ждем утверждения бюджета. Мы заложили на развитие региональной контрактной системы определенную сумму, но пока Минфин не утвердил бюджет, соответственно, он может быть порезан, да, наши желания, да, по развитию. Там мы хотим приобрести каталог товаров, работы, услуг, который, она будет модернизирована опять в программный комплекс ПК РКС, где это в помощь государственным заказчикам о том, что там будут типовые документы, то есть типовый государственный контракт, типовое обоснование начально максимальной цены, которая будет формироваться согласно с единой информационной системой, да, и согласно коммерческим предложениям поставщиков субъекта, ну, как бы Крыма и, будем так говорить, Севастополя. Также там будут типовые технические задания. Потому что мы решили как бы это приобрести, это будет в помощь государственным заказчикам, и будет легче, то есть у нас же с 1 января 2016 года заходит нормирование. Такая одна из статей 44 федерального закона, где каждый субъект принимает нормативно-правовый акт о нормировании. То есть это будет регламентировано, то есть закупки, которые не будут соответствовать, чтобы радовали глаз. То есть это будут нормативы. Недавно шел процесс формирования общественного совета при управлении государственного заказа. Уже завершился этот процесс? Да, процесс завершился сейчас. Мы 1 октября опубликуем кандидатуры, их 5 человек. Фамилии я пока не буду называть, они будут все на сайте опубликованы. Это представители предпринимателей города, представители образования, то есть социальной сферы, и представители, ну, вообще, я бы сказала, даже больше такие, как нейтральный один человек, получился нейтрально, но мы решили, что он должен быть. С какой целью формировался этот общественный совет и какие задачи призван выполнять? Ну, данный общественный совет формировался для согласного исполнения ст. 44 федерального закона. Совет этот будет помогать управлению государственного заказа при формировании нормативно-правых актов. То есть, в принципе, это как общественное наблюдение за действиями, за работой управления государственного заказа. Как реализуется принцип информационной открытости закупки? Ну, если мы берем рамки 44 федерального закона, то вся информация о закупках государственных заказчиков города Севастополя, она размещается на сайте закупки GoFro, общероссийский сайт. Она в общем доступе, ее очень легко найти по субъекту. И вы уже вошли туда? Да, мы вошли, но конкурентная процедура, вот эти более 600, которые мы разместили, они размещаются, как и во всей Российской Федерации, из любого субъекта, только на этом сайте. Это портал закупок Российской Федерации. То есть, туда могут зайти потенциальные и поставщики? Любой участник закупки. Какова процедура осуществления госзакупок бюджетной организации? На сегодняшний день мы знаем, что согласно статье 112 федерального закона 44 государственные заказчики субъекта Республики Крым и города Севастополя вправе принимать положение 44 федерального закона или нормативно-правовый акт субъекта. Соответственно, каждый заказчик выбирает, будем так говорить, закон или закон субъекта сам в праве. Руководителю выбирает сам, как ему, не то чтобы легче, а как бы ему реализовать поставленные задачи. И у нас 60, более 60% работают в рамках 44 федерального закона. И где-то 40, ну будем так, 62-38, вот здесь вот калибрится цифра, они каждый месяц разные. Они работают в 171 ЗС, законодательное собрание. Это наш нормативно-правовый акт субъекта. Есть ли какие-либо ограничения в сфере госзакупок? То, что, например, нельзя есть по финансовым, по объемам, по срокам? Ну, если брать нормы 44 федерального закона, да, то здесь ограничение, самое главное, это нарушение закона о защите конкуренции. Наш любимый 135 федеральный закон, это работа антимонопольной службы, где мы, прописывая в технических заданиях, можем ограничить конкуренцию. То есть не каждый, например, к примеру, если мы закупаем хозяйственные товары, да, это самый такой способ простой, будем так говорить, то есть закупка самая простая, но закупают все государственные заказчики. То есть если они в одну закупку объединяют моющие средства, да, хозяйственные товары, то есть это там бедра, да, швабры, веники и, например, туалетная бумага, да, бумажный полотенцем, туалетная бумага, то есть исходя из статьи 17 пункта 3-го 135-го, то есть данная закупка, да, вот данная, она будет ограничивать конкуренцию. У нас есть производители только бумаги, да, изделия из бумаги, есть производители только пластмассы, да, и соответствующие, нет производителей моющих средств, да, то есть соответствующие мы 3-3 участников ограничиваем, которые производят только моющие средства, да, к примеру, да, поставщиков у нас много, то есть оптовых поставщиков у нас много, да, но вот эта тоже закупка может быть признана фасом ограничения конкуренции. А у кого производите госзаказы, с кем заключаете контракты и как выбираете поставщиков? Ну, если мы берем опять 44-й, да, то соответствующее извещение вывешивается, публикуется на сайте закупки ГОФРУ в общем доступе, да, каждый участник, даже физически, помимо юридического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица не имеют полное право, если они соответствуют установленным требованиям принять данное участие в данной закупке. То есть ограничения могут быть, если закупка требует лицензирования, да, там или СРО для строительства, но по сути дела это все. А вы сами их выбираете или они выходят на вас? Нет, мы не можем выбирать сами, то есть когда после публикации извещения там участники, они должны быть аккредитованы на торговых площадках, на площадках, у нас их 5 в Российской Федерации торговых площадок, то есть в извещении будет указано, на какой площадке будут данные аукционы в электронной форме проходить. Соответствующие они должны быть там аккредитованы, аккредитация она бесплатная, они должны быть аккредитованы и подать заявку на участие в данной закупке. То есть мы никого сами не выбираем, это все в закрытых частях, мы никого не видим, в принципе все равно. А как пройти эту аккредитацию, где она проходит? Ну, значит, то есть у нас 5 площадок, да, это Сбербанка, СТ, крупная площадка, ММВБ, Ростельторг, КТП и Казанская. Ну, соответственно, на Казани мы не работаем, потому что это площадка для Татарстана. Ну, в основном они там свои закупки закупают. Вот эти 4, то есть в извещении всегда указана электронная площадка, на которой будет проходить аукцион, да, к примеру, в электронной форме. Они должны зайти на эту площадку, на сайт этой площадки и взять аккредитацию. Там есть для юридических лиц и есть подпункт аккредитации. Они нажимают на нее, заполняют все формы, прикладывают документы и отправляют на регистрацию. То есть данная регистрация и аккредитация проходит не более трех рабочих дней, но участники закупки обязаны иметь электронно-цифровую подпись. Каких сфер касаются госзакупки? Всех абсолютно. То есть никаких ограничений нет? Нет, все, любые государственные бюджетные. А какую-то проверку проходят приобретаемые товары? Да, ну в рамках 44-го у нас по положениям законодательства заказчик обязан провести экспертизу поставляемых товаров на соответствии технического задания, которое на соответствии условий контракта. Если он не является специалистом в какой-то, да, вот более сложной там сфере, в компьютерах, да, они имеют право в приемночную комиссию включать специалиста привлеченного. То есть обязательно формируется отчет, и он публикуется на сайте закупки ГОФРУ в разделе контрактов. Вы отчитываетесь по проведенным госзакупкам? Вот где и как? Управление само, да? Да, да. То есть у нас есть отдельное поручение губернатора о том, что мы ежеквартально проводим, готовим, формируем отчет по проведенным процедурам. Соответствующе мы, как уполномоченный орган, да, как сам уполномоченный орган, все, что мы делаем, мы ежеквартально в качестве служебной записки по поручению губернатора предоставляем такую информацию. Ну что ж, время нашей передачи истекло. Благодарю за актуальную для нашего города информацию. Спасибо, что пришли к нам в студию. Напомню, по текущим вопросам говорили с начальником управления государственного заказа правительства Севастополя Ириной Щукиной. Эфир же телеканала продолжается. Впереди много важных и занимательных тем. Не пропустите.